Мне по Хоринскому району, по имуществу, земельному имуществу. А у меня дома, дорог. Налог на имущество на квартиру, да? Да, там дом. Задолженность посмотрим. Власне, паспорт. Паспорт и минимум времени. Сергей Устинов узнал о сегодняшнем форуме и пришел сюда, чтобы получить актуальную информацию о ставке налога на свое имущество. Ведь это удобно и самое главное быстро, как говорит сам налогоплательщик. И таких, как он, здесь немало. Оплатить услуги ЖКХ, узаконить свое имущество, узнать размер своей будущей пенсии, оформить загранпаспорт и многое другое. Все это можно было сделать сегодня, в одном месте и сразу. Мы видим, насколько вперед шагнули ведомства в этом направлении. И все это будет только развиваться. Поэтому постоянный обмен этой информацией, он необходим. Как для нас, так и для граждан. Другими словами, это некая ярмарка госуслуг. Каждое ведомство, в том числе налоговая и миграционная служба, пенсионный фонд России, МФЦ, служба судебных приставов, госавтоинспекции. И это еще не все учреждения, которые продемонстрировали сегодня возможности в мире информационных технологий. Так отделение пенсионного фонда презентовало свой умный многофункциональный инфомат. Представлено 9 блоков услуг. Наиболее востребованные из представленных блоков, это выдача справок и документов. В выдаче справок есть возможность получить 7 видов справок. Опять-таки, наиболее востребованный вид справки, это о размере пенсии и иных социальных выплат. Для того, чтобы получить эту справку, достаточно иметь лишь номер страхового свидетельства и любой документ, удостоверяющий личность. Причем сведения может получить житель любого района Бурятии. Так, при вводе номера СНИЛ с плательщика выходит полная информация, которую он запросил. Как отмечает замруководитель отделения пенсионного фонда по IT, сегодня ведомство целиком и полностью переходит на предоставление госуслуг в электронном виде. Причем пользоваться ими должны не только люди пенсионного возраста, а все граждане. Я думаю, что сейчас активно развивается вообще пенсионная культура в стране. Люди начинают понимать, что развитие этой системы, взаимодействие, активное взаимодействие с пенсионным фондом России в итоге сказывается именно на благосостоянии самого человека, самого гражданина. И поэтому наши клиенты – это застрахованные лица, новорожденные, дети, студенты, работающие и пенсионеры. Еще одной целью проведения информационного форума является обмен знаниями и навыками между самими ведомствами. Есть необходимость создания общего видения той атмосферы, в которой развивается это направление. В том числе для того, чтобы наши коллеги, наши специалисты, которые работают на своих направлениях, имели понимание того, какие услуги предоставляют параллельные ведомства. Электронные услуги набирают все большую популярность с каждым годом. Так, к примеру, сайт Федеральной налоговой службы на сегодняшний день посетила более 8 миллионов человек с начала текущего года. Оценили по достоинству клиенты не только сайт, но и саму IT-ярмарку. У меня много напаливших вопросов, как говорится, и хочется заплатить налоги спокойно. Сегодня я попутно еще узнала, например, как госинспекция. Узнать, как я оплатила штрафы и так далее. Большое спасибо. Наталья Домбаева, Алдар Домбаев. Первая альтернативная.